Так, ребята, начал похудение. Уже пару дней, типа, на калорийном дефиците. Вчера решил вообще ничего не есть. Посмотрим насчет сегодня. Я хочу, может, сделать эдит, когда я похудею, типа, подпрыгнуть сначала, и когда похудею, я уже приземлюсь похудевшим, не знаю, получится или нет. Ну, вот, собственно, состояние моего тела на сейчас. Вот такое оно все в виде свободно плавающего жира. Попробуем. Ребята, а вы знаете, как похудеть? Вот как я похудел на 20 килограмм. У меня получится или нет сделать этот эдит? А вот как я похудел на 20 килограмм. И, возможно, это изменило моего тела на этот момент много раз. Вот как выглядят 80 килограмм сисяндрия. А второй подбородок, естественно. Какие-то остаточные... Явление, наверное, неправильного питания. Ну, в целом, конечно, кожа... Как бы мне страшно на это смотреть. Это даже не розация, это какая-то перманентная аллергия. Может, я не знаю, может, я на самом деле должен быть каким-то любителем кетогенной диеты, и все бы прошло. Ну, мне нравится какая-то обычная еда. Да, но лицо все время красное по сравнению с корпусом, стальной кожей. Да, вот это постоянная тряска. Вот я когда делаю какое-то резкое движение, я ощущаю эту тряску. Да, это действительно... Ну, минимум 20 лишних килограмм. Что, конечно, для меня очень странно звучит. Это, получается, четыре вот такие большие пятилитровки. И ты носишь их на всем своем теле, да, особенно, наверное, живот и бедра. Ну, вот. Как-то психологически мало есть, не есть для меня тяжело было начать. Но вот я вчера не поел, и снова вспомнил, что в этом нет ничего такого. Не поесть день, это вроде как-то и не проблема. Но я не уверен, может быть, у такого есть медицинские негативные последствия. Давайте даже чекнем, сколько я вешу сегодня, после двух дней диеты. Круто. То есть где-то пару килограммчиков я скинул. То есть где-то пару килограммчиков я скинул. Окей. Это, естественно, water weight. Вес воды. Да, это, конечно, безумно выглядит. Вот это желеобразная тема. Блин, приехал в Питер. Если бы не полнел к этому событию, то я бы здесь на скейте катался. А так сейчас даже не хочу покупать скейт. И там попытаться покататься по парку. Типа, я как-то ассоциирую катание на скейте, ну, с нормальным весом. Что ты на 20 килограмм легче и как-то поприкольнее будет. Но с другой стороны, я даже когда первый раз пытался кататься на скейте, я даже так и не смог адекватно выучить Олли. Так что я не уверен на этот счет. Олли.